Добрый день, уважаемые коллеги! Сейчас меня слышно? Отлично! Отлично, отлично! Я рад вас всех здесь видеть, замечательно! Здесь столько много людей, поэтому я предлагаю методику нашей встречи организовать следующим образом. Во-первых, давайте познакомимся. Вы, пожалуйста, в общем чате, не путаем складки вопросов, напишите через запятую три основных пункта. Ваша профессия, например, разработчик, учитель, преподаватель, потом ваша роль в дистанционном обучении, новичок, продвинутый пользователь, автор, организатор дистанционного обучения, ректор, и ваш главный интерес в обучении, духовное развитие, финансовый результат или еще что-то. Это, пожалуйста, отлично! Вот уже пошла методика работать, замечательно! Я вижу, кто есть, потому что, я сейчас наблюдал, было очень много различных вопросов, которые показывают совершенно разный уровень и разные отношения к этой теме. Дальше по нашей методике я предлагаю писать ваши вопросы во вкладочку «Вопросы». И, пожалуйста, чтобы я их мог прочитать, отвечайте на эти вопросы друг другу в общем чате. Иначе я могу какие-то вопросы в этой переписке просто физически не сразу прочитать. Это что касается методики нашей обучения. Вот, отлично, отлично! Уже пошли вопросы, хотя я еще ничего не рассказал. Так, где-то моя презентация... Извините, вот она, кажется... Да, вот она моя презентация. Теперь, после такого краткого знакомства с вами, хочу рассказать коротко о себе. Меня, наверное, многие знают, но вполне может быть и не все. Моя первая профессия военная, точнее, артиллерийская разведка, еще точнее, дистанционное наблюдение, корректирование, то есть дистанционные технологии в специфической сфере. Где-то сидишь и все видишь. Моя роль в дистанционном обучении началась давно. Я начинал еще в Сочинской таможне, когда в отделе подготовки кадров, потом начальником ОСУ, потом диссертация в таможенной академии, посвященная моделированию, управлению качеством, критериям качества в правоохранительной системе на основе комплекса информационных, технических, финансовых ресурсов. Защитил по экономике. Мой главный интерес к дистанционному обучению – это развитие дистанционного обучения. Я работаю и в качестве преподавателя, доцента на кафедре финансов и кредита, одновременно сопровождаю образовательный портал университета, одновременно тоже все дистанционно работаю в Москве от компании «Директ Медиа», являюсь руководителем образовательного портала. И одновременно все это дистанционно являюсь первым вице-президентом общественной организации, профессионалом дистанционного обучения и модератором одноименной группы в Фейсбуке, сейчас там 5500 человек, где мы уже несколько лет, 3 года обсуждаем, решаем, ищем многие вопросы. И для меня, как для аналитика, очень много ценной информации по теме нашего вебинара. И я буду сегодня вам излагать совершенно новые, концептуальные и практические решения, которые связаны именно с управлением качеством, которое всеми нами понимается по-разному. Говорите громче, сейчас я сделаю микрофон погромче, извините. Вы пока пишите вопросы, вот так я сделал. Сейчас лучше слышно? Меня очень легко найти в интернете Белоножкин Юрий Николаевич, сейчас я сижу физически в Сочи, и я живу, и работаю тут. Если будут у вас дополнительные вопросы, это самый легкий способ найти меня без визитки. И в скайпе аналогично Белоножкин Юрий Николаевич. Это качество онлайн обучения и организация процесса. Можно, конечно, много говорить про нормативно-правовые акты, распределение штатных обязанностей, функциональные действия, технологии. Это все, конечно, касается всех нас, всех, кто с этим сталкивается. Но есть много решений, много подходов, и во всех этих подходах есть нечто главное, которое часто упускается нами в нашей работе. Задавая вопрос у себя в группе по тому или иному техническому решению, методическому решению, мне всегда было интересно понять, как оно влияет на некий результат и на качество. Вот, например, я буду приводить практический пример. Я от Андрея Ковалева услышал рекомендацию не рассказывать, не пиарить никого, никакую технологию, никакое мероприятие, и буду говорить, так сказать, умышленно, абстрактно. Ну, вот, допустим, такой пример. Есть учитель, который ведет обучение. В простой случае. Или преподаватель в УЗИ, или тютер в компании. Вот он ведет обучение. И все довольны, и всем нормально, все довольны его работой. И я однажды задал вопрос, вот как можно оценить такую ситуацию, когда появляется некая технология, при которой обучаемые сами создают тесты на оценку. И задаю вопрос, кто от этого выигрывает? То есть студенты, ученики или обучаемые по какой-то пройденной теме, по лекции, сидят и создают вопросы в тест, который им же потом вернется в виде контрольного задания, измерения. И варианты были такие. Вот такой был вопрос. Такое интересовало мнение наших коллег, а там 5500 человек. Какие получаются от этого результаты? Какое получается от этого качество? Вот вы видите на экране 4 варианта. Первый вариант. Преподаватель облегчает себе работу, он как бы бездельник отдал и отдыхает, они за него работают. Второй вариант более интересный. Ученики включаются в активное освоение, читают лекцию более внимательно и сами пытаются создавать, допустим, по 2-3 тестовых задания. Третий вариант. Это полезно и тем, и другим, и четвертый не знаю. Очевидно, что правильный ответ – это ответ 3. То есть при правильной технологии, при правильной методике, если контент представлен правильно, то и обучаемым интересно что-то делать, выполнять практическое задание, опять же для самих себя, так и преподаватель. Хотя большинство в группе, а этот задавал вопрос очень часто, это был один из вопросов, говорили, что это просто преподаватель сачок, он ничего не хочет делать, поэтому он заставляет, пользуясь своим авторитетом и властью оценки, заставляет работать остальные. Этот же вопрос я часто задаю слушателям курсов повышения квалификации, в том числе, которые проводятся в онлайн. Но я им предлагал самим эту же методику на себе проверить, вот, допустим, изучили тему или раздел, и будьте любезны, создайте 3 тестовых задания по пройденному теоретическому материалу. И тот же вопрос я задавал им, слушателям, вот насколько такой инструмент, это только один из примеров, на ваш взгляд, полезен в обучении. Как вы думаете, какой вариант ответа, вот из четырех выбрали слушатели повышения квалификации, которые испытали на себе в качестве обучаемых эту технологию? Вот я вижу 2, 3, 2, 2, 3, даже 1. Ну, я хочу теперь спасибо за ваши ответы, вот я вижу пошли и 3, и 2. Я скажу так, все те обучаемые, которые на себе проверили, они сами учат, и тут были обучаемые, которые проверили эту технологию, оценили, во-первых, ее очень простой, во-вторых, они оценили ее исключающие плохие задания, потому что даже слушатели не всегда способны, все идеально написать тестовые задания по пройденному материалу. Но поскольку я, как учитель, как преподаватель, такие не совсем адекватные задания, да, они старались, все такое, я их хвалил, но я им иногда говорил, что вот здесь вот несоответствие, здесь ошибка, и не выставлял им положительную оценку. То есть они это видели, они исправляли ситуацию, в итоге база данных этих тестовых заданий, ими была сделана качественная. И поэтому они видели, и все поставили оценку полезно как учителю, который остается с ними, видит их участие, видит их активность, ставит им оценки и пишет им рецензии за выполненные задания. Но ему легче, их много, он один, и они все вместе участвуют. Вот в этом случае получилось так, что здесь и преподаватель, и обучаемые получают для себя взаимные выгоды. Я понял, что... Так, пропал звук. Вот, пустая отрата учебного времени. Пропал звук, я себя слышу. Причем, я знаю, что многие преподаватели имеют такую практику, вот такой способ домашнего задания, поручать им на дом, приносить с собой тестовые задания, давно применяется, тут никакого секрета нет. В моем случае тут другая совершенно технология и оценивание, и фильтрации не точно, не хорошо сделанных заданий, которые дают выгоду, еще раз говорю, и тем, и тем. Так, так, секундочку. Я вижу, мой микрофон работает. Меня слышно? Меня слышно? Отлично. Итак, мы видим, что уже мнения разошлись, но они являются, на мой взгляд, абстрактными, их нужно просто проверить. Идем дальше. Одна из наиболее острых проблем в управлении качественным обучением является то, что все участники образовательного процесса, от ученика, родителя, студента, доцента, завкафедры, вплоть до министра, имеют совершенно разные порой интересы. Они не совпадают. Это нормально. Одному нужен план, другому нужно светлое будущее, третьему просто хочется чего-то интересного. И управлять вот этим процессом с точки зрения управления качеством нам бывает очень сложно. Плюс тут еще конкуренция на рынке труда, на рынке технических предложений, разные точки зрения по методикам. И мы здесь видим нечто общее, которое выделяет всех нас обладателями одного общего понятия. Вы видите название на экране интерес. Вот о чем мы говорим, когда говорим об управлении качеством. Конечно, интересы у разных должностных лиц, у разных участников образовательного процесса могут не совпадать. Но главное, мы выделяем, что он всегда у нас присутствует или отсутствует. Меня слышно? Я вижу, мой микрофон работает. Да, отлично. Так, на вопрос я отвечу чуть позже. Так вот, дело в том, что мы очень часто под понятием интерес, интуитивно понимаем, что он должен быть у нас. Мы предполагаем понятие о том, что интерес это некий психологически, эмоционально положительно окрашенный процесс освоения чего-то нового, чего-то интересного. Но в рамках данного доклада я бы хотел обратить ваше внимание, дорогие коллеги, что интерес всегда у нас у всех связан с ограниченными возможностями, особенно временными возможностями. Все охватить невозможно. И вместо желаемого результата в обучении в виде некого прироста полученных результатов, мы просто очень часто оказываемся вовлечены в некоторые я успею в некоторые игры, эмоциональные игры, которые не приносят практического результата. Мы наблюдаем эксплуатацию нашего интереса, и вот этот именно момент исследования измерения интереса до сих пор пока еще нигде не исследовался. Тем более мы еще хотим его оптимизировать. И вот мы продолжим нашу историю для того, чтобы переходить уже к измерению, я успеваю по времени, мы вводим постановку задачи, дорогие коллеги, это в теории управления есть, и говорим, что мы хотим изменить в результате нашего онлайн обучения. И когда мы эту постановку задачи формулируем, мы вводим системы ограничений, мы принимаем некие константы, например, мы говорим, вопросы методики, педагогики, мы учитываем как константы, но их рассматривать сразу одновременно и что-то менять одновременно в теории системного управления рассматривается крайне редко и крайне сложно. Но поскольку я кандидат экономических наук, работаю на кафедре финансов и сам раньше работал на фондовом рынке брокером, профессиональным брокером, я обратил внимание, что в английском слове интерес может быть применен и он реально применяется в нашей практической деятельности как методика, как технология. Обратите внимание, интерес это то, что дает превращение некоего базового актива, вот мы сейчас вкладываем наше время в эти технологии, в эти занятия, в эти эксперименты не просто так, чтобы было интересно, а чтобы в будущем мы смогли этот вклад, эти наши затраты не только вернуть, но и получить с приростом, с процентом, или по-английски интерес. Вот как бы главная идея, которую мы сейчас рассматриваем. Пока мы этот интерес заранее не поймем, не стоит смысла вообще ничего начинать. Это показал опыт общения с коллегами. Многие берутся, им интересно и то, и это, и другое. Они не знают, что они в итоге получат, думая, что эта реклама достоверная, что это им по зубам и под силу, а потом получается, что результат вовсе не получен. Получаются одни убытки. Вот такая теория очень простая в понятии базовый актив, который мы имеем и хотим нарастить. И тут под базовым активом может пониматься что угодно. это и время, вот сегодня я тратил столько времени на эту задачу, в будущем я трачу меньше, я получил интерес. Или деньги, сегодня я получал такую-то зарплату, я применил новую методику, новую технологию, я стану получать больше. То есть варианты базового актива в этой концепции, которую я сейчас излагаю, могут быть разные. Например, для ректора, это может быть или для министра, количество трудоустроенных выпускников. вот выпустили, процент трудоустроенности улучшился. Мы посчитали этот интерес для министра или для ректора. и сейчас я уже в заключении, тут ничего сложного нет. Представим себе учителя, некого Робинзона, который ежемесячно ведет некую постоянную работу, 100 заданий обучает ежемесячно. Вот у него есть плат обучить некую условную группу на этом острове, он обучает 100 заданий ежемесячно, равномерно, стабильно. Да, спикер знает свою тему. Дальше, мы слышали о различных процентных ставках, вот эта формула, которая знакома финансистам, множительное ращение, если мы получаем такое множительное ращение, то в этом примере я привожу простейший расчет, количество работ при новой технологии может быть увеличено. Дальше, вот я уже перехожу к последнему чисто демонстрационному варианту, когда у нас преподаватель, этот учитель ввел стабильно, потом у него появилась новая технология, которая ему дает наращение этого интереса в простой прогрессии и в геометрической. Вот такие три варианта у нас есть. Я не обещал здесь какие-то академические глубокие доклады, основанные на результатах. Я обещал вам дать понятие управления качеством на основе идей измерения интереса разработчика, автора, учителя до того, как он начинает. С точки зрения фактуры 90% и более тех, кто пытается что-то начинать, не понимают, какой результат у них будет получен с наращением. Они просто ожидают что-то улучшить. В результате у них происходит недооценка возможностей, в том числе финансовых, временных, и мы предлагаем в этом случае или уменьшить свои ожидания, или вообще отказаться от попыток что-либо начинать без начала расчета этого интереса. Так, теперь я попытаюсь ответить на вопросы которые возникли. Поскольку у меня еще есть время на то, чтобы их и прочитать. Какая система управления обучением контентом сейчас наиболее актуальна для ВУЗа? Если это вопрос ко мне, для каждого ВУЗа могут быть свои совершенно разные условия, кому-то годится Мудл, кому-то гиперметод. Вот здесь нужно считать интерес для данного ВУЗа конкретно. Но по моим наблюдениям и по оценкам в России преобладает Мудл, хотя в несколько извращенном толковании, поскольку он бесплатный, значит он и бесплатно сам будет наполняться контентом. Инструмент оценки знания управления контентом. Что касается оценки знаний в различных СДО имеются различные технологии, но мы видим, я это очень часто вижу, преподаватели начинают разрабатывать онлайн курсы, не до конца на стадии планирования составляют так называемую разболовку. Сколько баллов за то или иное действие назначается, это часто больно-рейтинговая система, это бич многих ВУЗов и методистов, что не умеют заранее просчитывать тот максимальный результат и пороговые критерии по контрольным точкам, модулям и рубежам. Это бич, который надо преодолевать и здесь не технологии виноваты, здесь просто отсутствует опыт применения различных измерителей. В результате колоссальная работа в курсе не подталкивает студентов зарабатывать эти баллы. Тесты, измерение компетенции какими средствами. К сожалению, компетентностная модель в России работает только формально, в рабочих программах, список, как некая таблица компетенций ПК, ОК, но совершенно отсутствует технология и методика измерения всех этих компетенций. Хотя этот опыт уже существует, я об этом не раз в группе писал, в основном она хорошо работает за рубежом, там много лет к этому шли, там работают ассоциации, которые занимаются много лет этим, и на вот я не скажу за все платформы, но в модуле такой модуль компетенции, так и называется модуль репозиторий компетентностей, он бесплатный, вот там как раз этот модуль есть, о нем можно поговорить отдельно. Область допустимых значений с точки зрения постановки задачи я опускаю специально, потому что это была общая постановка задачи, а для каждого конкретного случая она будет совершенно своя, и то, что хорошо одному вузу или одной компании или одной кафедре не может быть универсальным решением для остальных. Индикаторы качества, как я их вырабатывал? Если мы говорим об индикаторе качества того же преподавателя, например, ему того же Робинзона, например, если ему руководитель говорит Робинзон на соседнем острове, при такой же зарплате такой же учитель по такому же предмету, для примерно таких же средних учеников добивается большего эффекта. Я, как преподаватель, начинаю менять себе критерии качества. Или меня уволят, найдут другого, или я найду какое-то новое решение, и мне нужно его найти таким, чтобы я остался на работе. Причем таким решением, при котором и ученики тоже хотят больше иметь. На том острове делают больше, а мы тоже этого хотим. То есть эти критерии качества могут быть разные для разного участника. Сейчас я не скажу вам на всех универсальный ответ, какой критерий качества нужен каждому из вас. Критерии качества это базовый критерий, прирост базового актива. Он обычно измеряется во времени. Мы часто говорили о нормативах на разработку онлайн курсов, и если мы видим, что по этим нормативам на разработку курсов преподаватель просто задыхается, ему никто не платит за эти разработки, и ничего оно ему в итоге не даст. Он физически не тянет, значит надо или ему уменьшить эту задачу, или посмотреть на другое технологическое решение, или вообще эту задачу снять. Вот это главный критерий качества. Если вы хотите просто зарабатывать, это другой критерий качества. Вы что-то знаете интересное, у вас редкие знания по какому-то предмету направлению, и вы хотите на этом заработать, вы получаете мало. Мы ставим другую задачу и начинаем ее решать, в том числе и по методике, и по технологии. И если мы этот прирост увидим заранее, только после этого мы можем начинать приступать к разработке какой-то технологии, какого-то решения, или каких-то продаж. Вот главный принцип. Теперь вопрос плагиата. Как проверить, я не знаю, это ко мне вопрос плагиат. наверное не ко мне, хотя можно и про плагиат рассказать. Лабораторию знаний, где по материалам преподавателя все будет сделано качество. К сожалению, Валерий, лабораторию единую, да еще наверное и бесплатную, которая будет все эти вопросы отвечать, я пока не вижу. Кто будет оплачивать ее работу, и кто будет давать оценку, это качественная работа или некачественная. Скорее всего, мы можем говорить о самом понимании, что такое качество. Вот в моем понимании, это прирост базового актива. Мы имели сегодня одно, мы получили на 10% через два года другое. Вот об этом идет речь, и этот вопрос могут решать только эксперты, профессионалы, самостоятельно преподавателю или кафедре, или ректору взять и сказать, я беру новую технологию и все. Это очень сложно, это большой риск потратить время, испортить отношения, здесь нужны только эксперты, консультанты, сообщества, вот например наши, где есть те, которые могут заранее посчитать изменение этого базового актива, в какой форме будет, в денежной, в количестве, в средней успеваемости и так далее, мы не знаем кому что надо, мы знаем, что есть интерес, который надо оценить, надо измерить. Это что касается по лаборатории, параметры оценок отложены во времени, да, параметры оценок, совсем понял вопрос Владимира Степанова, они могут быть разные, отложенные и синхронные, в разных моделях они работают по-разному, речь идет об индивидуальном подходе, дорогие друзья, дать вот каждому общий универсальный ответ никто в мире не сможет, а вот саму идею оценки, измерения, интереса до того, как мы начали какой-то проект, вот об этом я говорю. Летняя школа в этом году планируется обязательно, спасибо, Татьяна, актуально ли проводить практику обучающихся в условиях дистанционного обучения, мы часто этот вопрос поднимали, друзья, но если мы готовим специалиста по туризму или по менеджменту, практику нужно проводить только на предприятии, но это нам кажется очевидным. Я могу согласиться, что производственную, если мы говорим про производственную практику или преддипломную, неважно, можно, допустим, по информатике, я не преподаю программирование, но предполагаю, что это можно дистанционно как-то проводить, дается техническое задание, изучаются документы, но я не сторонник проводить практику дистанционно, только на предприятии, дистанционно можно получать теоретические и некие другие практики, семинарские занятия, доклады, письменные работы и все. Уровень формализма при оценке качества обучения спрашивает Валерий. Уровень формализма. Если вы имеете ввиду речь о безразличии, оно и везде есть, что в дистанционном, что не в дистанционном, но если говорить о профессиональном подходе, то в дистанционном обучении степень формализма снижается. Во-первых, там все видно, там протокол ведется, это все фиксируется в логах и так далее. Там легче вот этот формализм выявить. Там более качественная система внутреннего контроля изначально устроена. Возник вопрос плагиата, как проверить контент в дистанционном обучении. Через антиплагиат есть модули, у нас он раньше был, который уже в СДО, до того, как преподаватель выставит оценку, система уже студенту показывает, что он сделал не так. Причем эта система сравнивает источники как внутри этой СДО, так и снаружи. И ранее размещенные рефераты курсовые тоже анализируются на плагиат, если они каким-то образом пошли по рукам. Но это действительно важный вопрос и возможно он тоже связан с интересом. Параметры оценки результата. Если речь идет о надежности, то все зависит от глубины, от качества подготовки привлекаемого эксперта. Если это просто мнение, вот этот инструмент хороший, вот он вам поможет, там красивые кнопочки, мы никогда не получим никакой достоверности. Мы будем идти на интуиции. Мы должны провести или локальный пробный эксперимент обязательно с привлечением экспертов, которые в этом разбираются. Или просто идти на риск, то есть методом пробы и ошибок пробовать какую-то технологию. Еще какие вопросы? У меня остается 5 минут. Тесты, инструмент оценки, как их? Тесты это один из инструментов, дорогие друзья. Вот когда мы говорим про массовые онлайн курсы и не видим там участие преподавателя, где мы отдаем только тесты, отдаем только форумы, мы теряем качество. Вот это действительно формализм. Обязательно должно быть живое участие, пусть даже и опосредованно на расстоянии самого преподавателя в ходе обучения. Индикаторы я уже сказал, они могут быть, коллеги еще раз, они у каждого из нас разные. Кому-то нужны только финансы, кому-то нужна только успеваемость, кому-то нужна трудоустроенность, они всегда для каждого разные. Но у всех есть свойства, что их надо измерять и прогнозировать. Так, ну вопросов больше я пока не вижу. Так, что-то тут добавляется. Тесты. Насколько тесты объективны, если по моему примеру, я повторюсь, преподаватель не может, не имеет права эти тестовые задания обучаемых без своего контроля выпускать в общую базу. Он должен каждый этот тест оценить на соответствие той теме, на умение рассуждать, на умение формулировать вопросы и отвечать. Вот в этом случае тесты будут объективны. Как бы вы определили понятие знания, можно ли здесь задействовать треугольник ФРГ? Уважаемые коллеги, мы вспомним постановку задачи. Мы говорим, что любая постановка задачи, в том числе при измерении интереса, предполагает систему ограничений, что мы в эту систему ограничений включаем? То ли объем знаний, то ли количество освоенных тем, то ли средняя успеваемость, то ли трудоустроенность. Мы каждый раз сталкиваемся с разными системными ограничениями. Мы концентрируемся сейчас на главном о том, что вот это изменение базового актива, в том числе и знаний, подлежат постановке задачи и подлежат оценке до того, как они будут применяться. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Знакомы ли автоматические проверки плагиата? Есть дистанционные системы, которые автоматически проверяют? да, есть. Раньше была очень интересная система, она сейчас стала очень дорогой, мы ее потеряли из российского рынка. Ефорус называлась, выкупила. Сейчас она применяется на уровне антиплагиат наш российский, и я думаю, этого вполне достаточно. Так, у меня осталось две минуты. Есть ли команды специалистов, которые разработали решение этой проблемы без дистанционного обучения, коллеги, как раз вот без, что без дистанционного обучения, эта концепция не работает сегодня. Мы сейчас работаем на основе мнений, без расчетов ожидаемых результатов, без оценки, причем, еще раз говорю, коллеги, когда мы говорим о каком-то решении, мы считаем этот интерес, измеряем, как для преподавателя, в чем он изменится, как для обучаемых, какой у них интерес, как у руководителя, как у родителя, мы должны все эти интересы просчитывать заранее. Высокий уровень интереса, высокий уровень качества обучаемого, уважаемые коллеги, нет. Высокий уровень интереса обучения по вот этой концепции, тогда, когда мы видим, что у него идет наращение, изменение базового актива, результата, по сравнению с другими технологиями, вот у нас есть некая эталонная традиционная технология обучения, если мы видим, что новый вариант, дистанционный или еще какая-то поддерживающая, увеличивает, вот тогда мы отвечаем на этот вопрос. Высокий уровень интереса обучаемого или нет? Мы вопросы педагогики, еще раз говорю, выводим за системные, за рамки системных ограничений. Как реализуется концепция когнитивно-продуктивной обучения? Приветствую, Андрей Валерьевич. Смотрите, вот как раз здесь-то я и реализую вот эту логическую связь. Ту теорию когнитивно-продуктивной мета-технологии, которую я часто представил раньше, она является как раз продолжением сегодняшнего дня. В чем там была суть? Если мои задачи, которые на меня возлагаются, превышают мои возможности по времени, техническим возможностям и так далее, то никогда в этом случае эти задачи не будут гарантированно выполнены. Там речь шла о том, что мои задачи, мои возможности соответствуют, они дают соответствующий результат. Представьте себе другой случай, когда мои возможности превышают поставленную задачу, тоже теоретически могут быть, но обычно это бывает редко. Спасибо за вопрос. Так, больше вопросов нет, что-то тут они куда-то поудалялись. Жду еще вопросы. Ну и в качестве благодарности хочу вспомнить нашего организатора Андрея Ковалева, у него завтра день рождения, поздравлять его не буду. он привел интересный пример того, как он нашел идеальную модель интереса. Он нашел ту категорию пользователей, в которой, кстати, был я когда-то, которым нужно пройти тестирование на аттестат брокера или сотрудников банка. он нашел способ их подготовки к сдаче к этим тестам. Это было идеальное решение, когда интерес был 100% выявлен, когда технология 100% соответствовала, там не нужны были никакие ни лекции особо, ни еще какие-то вебинары, семинары. Там нужно было просто подготовить человека за плату к сдаче квалификационного аттестата. Вот это было очень здорово, мне понравилось, как он эту идею правильно рассчитал, и он добился максимального успеха. Так, еще какие-то есть вопросы, есть ли образцы расчета финансового интереса для организатора? Да, коллеги, есть. Спасибо, Александра. Есть такие образцы расчета, но, к сожалению, здесь уже коммерческая тайна, здесь чьи-то финансовые интересы, и представлять их на публику, я просто не имею юридического права, я нарушу обязательства перед заказчиком, если начну, это на цифрах показывать. Я надеюсь, что вы уловили идею самоизмерения интереса, что если он не наращивается, то мы всегда рискуем. Рекомендуемое СДО для ВУЗа. Уважаемые коллеги, для разного ВУЗа разные требования, например, Дальневосточный федеральный университет захотел купить Blackboard, вот он купил ее, я знаю, что с ней стало в итоге, может быть, многие слышали. У них были возможности, они и сейчас есть, может быть, для них это важнее, такое решение. Для другого ВУЗа, может быть, оказаться полезной другая платформа. Мы стараемся не давать универсальных советов всем подряд, это всегда индивидуально. Бывает ситуация, когда мы говорим, вам вообще это не надо, у вас нет ни соответствующих условий, у вас нет, допустим, тех же серверов, которые подтянут эту СДО для массового тестирования, просто будет система висеть, и просто давать общую рекомендацию ВУЗдух, я стараюсь никогда этого не делать. Что еще? Какие вопросы? Их можно купить, уважаемые коллеги, ищите в гугле меня, или в группе, будем связываться, будем решать, я рад, что вы уловили саму идею. Надо заранее все просчитывать, а не кидаться в опыт, в омут экспериментов с различными технологиями. Спасибо вам за вопросы, кажется, я успеваю регламент, это редкий случай, когда докладчик успевает регламент. Я не обещал осчастливить всех мир и дать вам точные академические знания за короткое время. Я обещал вам дать саму идею управления качеством на основе нового подхода измерения интереса, и надеюсь, что мне это удалось, а тем, кому захочет узнать подробности, могут связаться со мной или продолжить общение по этой теме в моей фейсбуке, фейсбук-группе профессионалы дистанционного обучения. Извиняюсь за технические накладки, если они были. Любые вопросы задавать. Так, ну, я вижу, что тут шло бурное обсуждение, я увидел, что изначально заявленная методика введения вопроса отдельно и там, и там, она получилась, уже методическое достижение у нас есть. Если организатор здесь, прошу подключиться, по-моему, я свой лимит времени исчерпал. Если нет, я готов провести еще несколько, пару, тройка жареных примеров. Юрий Николаевич, спасибо, спасибо.